МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гость программы «Свободный взгляд» С 2005 года по спискам партии коммунистов впервые избирается в парламент Республики Молдова. Депутат парламента Республики Молдова 6, 7, 8 и 9 созовов. В 2008 году защищает докторскую диссертацию на тему «Современная концепция развития государственной службы в Республике Молдова». В 2010 году избрана членом политосполкома Центрального комитета ПКРМ, преподаватель Камрадского госуниверситета и Академии публичного управления при президенте Республики Молдова. В 2010 году кандидат на выборах Башкана Гагаузии Ирина Влаг, депутат парламента Республики Молдова, гость студии. Здравствуйте, Ирина Федоровна. Добрый день. Признательна, что вы пришли к нам в нашу студию. Есть о чем говорить. Я очень рассчитываю на откровенный разговор. С удовольствием приняла ваше приглашение. Я всегда откровенна во всех передачах. Потому как, особенно сейчас, период предвыборной кампании, и наша задача журналистов представить разные точки зрения на ситуацию в стране с тем, чтобы помочь избирателю определиться и помочь выбрать стране правильный путь развития. Ирина Федоровна, вы, как я уже сказала в начале программы, избирались по спискам партии коммунистов 2005 года в парламент. Тогда вы были 38-я в списке партии коммунистов. Сейчас вы находитесь под номером 8. Вот такое движение – это что? Хорошая работа в партии? Ну, я надеюсь, что меня оценили по заслугам и по моей работе. Потому что, действительно, я неоднократно избиралась по спискам партии коммунистов. И первый раз я выдвигалась под номером 38, действительно. А в 2010 году я выдвигалась под номером 9, я была сейчас под номером 8. У нас непросто оказаться на том или ином месте, потому что в партии проходит очень серьезный отбор каждого кандидата. И у нас существуют рейтинговые показатели, которые определяют, на каком месте должен быть тот или иной кандидат. В учет берется активность депутата, в учет берется активность кандидата как партийного деятеля. То есть очень много показателей. Поэтому, рассмотрев, изучив, видимо, все мои показатели, было мне оказано доверие, я нахожусь на месте под номером 8. Ну вот, ваш коллега Олег Горизан находится подальше, намного дальше от вас, то есть это 60-й номер, насколько я помню. Как так получилось? Вот в СМИ очень долго в 2012 году обсуждали, что вы выкинули из партии Демьяна Карасини. Получается, что женщина, вошедшая в политику в Гагаузи, своими женскими локоточками, растаскала мужчин. Сначала Горизана выпроводила из партии, сначала Карасини выпроводила из партии, а теперь Горизан при помощи вас, как говорят многие, оказался вот на таком 60-м месте. Это что, внутриполитическая такая борьба между вами или как? Никого не выпровождала, никуда никого не отправляла. Всегда занималась своей конкретной работой. Если кто-то какие-то решения принимал, даже в лице, допустим, Демьяна Карасини, это было его собственное решение, он сам принял решение и ушел из нашей партии. Он ушел или его тогда исключили из партии? Он ушел тогда. Тогда было очень много дискуссий по этому поводу, было очень много вопросов у нас внутри партийных, мы обсуждали, и он тогда самостоятельно принял решение и ушел. Что касается Олега Горизана, он в обойме, он работает. Наша партия настроена на очень серьезную победу, и я думаю, что у каждого из нас есть шанс быть в парламенте. Мы будем бороться за то, чтобы иметь 61 мандат в парламенте Республики Молдова, поэтому не только у Олега Горизана будет шанс стать депутатом, но и у Романа Тютина, который находится под номером 61. То есть чем больше будем работать все мы, чем больше сил мы будем вкладывать в нашу работу, тем лучше будет наш результат, потому что результат получить только лишь из-за того, что, допустим, работают первые 30, первые 40, а все остальные из 101 кандидата не работают, результаты не получатся однозначные. Более того, у нас, согласно законодательству, есть еще несколько вариантов. Мы, допустим, до 29 октября можем вводить или выводить в списки кандидатов других лиц, а до 25 ноября любой из кандидатов, находящийся под номером, на каком бы месте находился, может быть сдвинут. То есть у каждого из нас есть возможность и есть шанс оказаться и на другом месте. Наверное, не может же быть так, что Олег Горизан встанет на 8-9 место или на влах, перекинется куда-то на сарковой. Может быть, все в этой жизни может быть. Все зависит от нашей работы. А если не будешь работать, то будешь на другом месте. А если будешь активно работать, всю эту кампанию до 30 ноября, у тебя есть возможность быть сдвинутым поближе. Ну так вот, вы сказали, что коллеги оценили вас, наверное, по достоинству, вы оказались на 8-м месте. А значит, плохо работал Олег Горизан в партии, что он оказался на 60-м? Я не сказала, что он работал плохо. Я спрашиваю. Я не сказала, что он работал плохо. Он является тоже одним из активных депутатов парламента и занимает достаточно активную позицию в парламенте Республики Молдова. Он очень часто выступает с микрофона. Выступал он очень часто, защищал те или иные позиции партии. Постоянно был на всех митингах. То есть, все у нас достаточно активные ребята до 103-го. У нас 102-й Максим Болгар тоже наш. Ну, Ирина Федоровна, нет же никаких шансов у Максима Болгара попасть в парламент. Я уж не говорю о том, что и Роман Тютин, наверное, не попадет, как показывают все опросы. И Олег Горизан тоже под большим вопросом. В связи с этим у меня есть еще один вопрос к вам. В 2001 году никто не верил, что у нас может быть 71 мандат. Но в 2001 году мы же 71 мандат получили. Ну, наверное, в 2001 год и 2014 нельзя сравнивать. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Поэтому я думаю, что вся команда будет работать, и у многих из наших товарищей будет шанс стать депутатом парламента. У меня в связи с этим еще один вопрос. А может быть, Горизан согласился быть 60-м в списке партии коммунистов, не выражает особо своего раздражения тем, что он находится на этом месте, потому как его успокоили тем, что Ирина Влах пройдет в парламент под номером 8. Это гарантированно. А вот Олег Горизан будет башканом, кандидатом башкана от этой партии. Рассматривается ли такой вот вариант? Дискуссий у нас абсолютно никаких не было по этому поводу. Мы уже месяц находимся в предвыборной кампании и совместно с Олегом Горизаном работаем. По Чедермунскому району я вижу, что он работает достаточно активно как кандидат. Но дискуссии в отношении того, что одному предоставлена одна должность, другому обещается какая-то другая должность. У нас в партии это не происходит. У нас есть уже достаточно неплохой опыт выдвижения. То есть мы заранее не определяем все это. У нас все выдвижения происходят коллегиально, обсуждаются. Это не единоличное решение одного человека, а всегда это решение коллегиальное. По выдвижению на ту или иную должность. Как бы то ни было, партийное, либо государственное. Ясно. Пригласим Олега Горизан, чтобы поговорить об этом. Ирина Федоровна, на эту предвыборная кампания для вашей партии вот такой лозунг обозначен во всяком случае. Только за Воронина, только за ПКРМ, только за Воронину. Только ПКРМ, только Воронин. Только ПКРМ, только Воронин. Да, правильно подправили. Что это значит? Расскажи. Да, пожалуйста, вы понимаете, только ПКРМ, только Воронин. То есть вы хотите, чтобы народ голосовал за Воронина. А если не будет Воронина в партии, следует ли понимать, что и ПКРМ не будет? Нет, абсолютно другой смысл мы вкладываем в этот слоган. Мы хотим напомнить избирателю ситуацию 2009 года, когда ряд партий, которые сегодня находятся во власти, выходили со слоганом «Республика Молдова без Воронина, Молдова без коммунистов». И мы нашим избирателям хотим показать, что вот вы избрали вот этот курс, вы поддержали тех политиков, которые громогласно заявляли о том, что Молдова без Воронина и без коммунистов. Вот вы прожили эти пять лет так, как вы их прожили. Если вас устраивает вот эта жизнь без Воронина и без коммунистов, а в основном я знаю, что я встречаюсь с людьми, жизнь людей сегодняшняя не устраивает, поэтому мы предлагаем альтернативу вернуться к тому периоду времени, 2001-2009, когда действительно была партия коммунистов, была партия коммунистов во главе с Ворониным. Это не означает, что в нашей команде нет других лиц, в нашей команде есть очень много подготовленных профессиональных кадров, которые показали себя и в период правления нашей страны, нашей партии в стране, то есть тогда, когда мы были у руля и управляли государством. И у нас есть очень много новых лиц, которые сейчас появились в период нахождения нашего в оппозиции, которые смогли выдержать и пройти испытания оппозиции и готовы участвовать в управлении страной. То есть они являются и профессионалами своего дела, и они являются борцами, и они являются созидателями, а не разрушителями. То есть мы хотим вернуться во власть не для того, чтобы что-либо рушить или идти против кого-то в этой жизни. У нас есть очень хорошая программа, которую мы представим и представляем на встречах избирателю с конкретными пунктами, в основу которых ложатся основные моменты. Это социальное государство, это стабильность в обществе, это борьба с коррупцией и ряд других моментов, которые очень важны обществу. Ирина Федоровна, вот вы только что сказали, что мы предлагаем альтернативу. Но ведь альтернатива — это что-то новое, а вы предлагаете не альтернативу, а возвращение. Потому что вы предлагаете вернуться к ПКРН. То есть в этом нет альтернативы. Да, мы альтернатива сегодняшнему альянсу. Альтернатива сегодняшнему… Нет, это возвращение. Привести к власти ПКРН, значит вернуться. Возвращение к стабильности, возвращение к экономическому развитию, возвращение к тому, когда люди чувствовали и повышение зарплаты, пенсии, и развитие инфраструктуры, и спокойно могли спать в своих домах, и не бояться краж, грабежей, убийств и всего остального. И была политическая стабильность, и была экономическая стабильность. Мы хотим вернуть людей к этому, к миру, спокойствию и стабильности. Если была политическая стабильность, почему к власти пришла другая команда? Значит, не было политической стабильности? Проблема была не в политической стабильности. Я говорю о политической стабильности в период нашего правления 2001-2009. Что-то здесь недоработано было. Мы ушли с власти путем. Нас не свергали. Получилось так, что пришли к власти несколько партий. В парламент вошло несколько партий. И так сложилось, что под влиянием внешних сил эти все партии объединились, конкретно против партии коммунистов. И большинство голосов в парламенте было за этими партиями. И, соответственно, нами было принято решение уйти в оппозицию. У нас другого варианта быть не могло на тот момент. И если бы мы хотели устроить какие-то беспорядки, у нас такая возможность была, но мы ни в коем случае не хотели бросать страну в хаос. Для нас это было очень важно. И мы в течение этих пяти лет боролись с различными методами, с тем, чтобы привести страну к досрочным выборам. Нам к досрочным выборам страну привести не удалось. Выборы очередные. Но, тем не менее, на протяжении всех этих пяти лет мы показывали истинное лицо сегодняшнего Альянса. Ирина Федоровна, находясь в оппозиции все эти годы, вы сказали сами, что вам не удалось сделать каких-либо изменений, повлиять на недействующую власть. Почему? Потому что вы проводили акции протеста, марши, пытались несколько раз в парламенте отправить в отставку правительство, последнее правительство Альянка в том числе. С чем вы связываете вот эти все неудачи оппозиции? У нас были удачи. Нам удалось отправить Филата в отставку, нам удалось отправить Филата спикера парламента Лупу, нам удалось снять с должности первого вице-спикера господина Плохотнюка. Нам все-таки очень многие вещи удалось сделать. С правительством Альянки не удалось. С правительством Альянки не удалось, потому что мы не нашли поддержки других представителей, представляющих определенные силы в парламенте Республики Молдова. Но у нас были определенные победы, я считаю, что достаточно серьезные. Мы смогли создать ситуацию, когда часть депутатов, входящая в ту или иную альянс или коалицию, голосовала против своего же партнера коалиции. То есть, когда мы снимали господина Филата, с нами голосовали демократы. Ну и было наоборот. Когда вы снимали Плохотнюка, то это тоже были временные выгоды. Да, это выгоды для общества были. Это были не выгоды для партии коммунистов, потому что после того, как мы их сняли, мы не вступили во власть, мы не пошли на какие-то соглашательские политики с теми или иными партнерами, либо с либерал-демократами, либо с демократами. Я думаю, что вы же понимаете, что сняв Плохотнюка с должности вице-спикера, он-то остался все равно во власти. Мы это понимаем. То есть он не остался на государственной должности. По крайней мере, мы показали его лицо обществу. Ведь так или иначе, сегодня большинство каналов республиканского уровня, владельцами этих каналов является тот же Плохотнюк или тот же Филат Филат. И то, что сегодня народ видит, это тот продукт, который заготавливается в куларах и управляется и Филатом, и Плохотняком. И понятно, что люди истинную картину ситуации, в стране с телевизионного ящика получить не могут. И как не оппозиция должна действительно рассказывать правду о тех или иных поступках, тех или иных политик? Как не оппозиция должна говорить о том, что Филат является коррупционером, является контрабандистом? И Конституционный суд это признал? Более того, Конституционный суд вынес решение о том, что господин Филат не имеет права занимать должность премьер-министра. Все уже, ни разу ему это право не будет предоставлено. То же самое было сделано и по первому вице-спикеру парламента, по господину Плохотнюку, его тоже сняли за нарушение тех или иных норм. То есть есть четкие определения, которые обозначены в постановлениях парламента. Это останется в истории, и это людям преподнесено практически на ладони. То есть я считаю, что у нас были определенные победы, находясь в оппозиции. Вы в разное время говорили, что партия коммунистов высказала свою точку зрения о том, что решения Конституционного суда чаще всего политические. То решение, о котором вы сейчас говорили по отношению к Филату, это политическое решение Конституционного суда? Вы знаете, давать оценку Конституционному суду вообще... Вы давали, партия коммунистов давала такую оценку. На самом деле давать оценку Конституционному суду сложно. И чисто с юридической точки зрения комментировать решение Конституционного суда не надо так или иначе. Но существует ли политический аспект в этом органе? Наша партия не имеет никакого влияния на Конституционный суд. Мы не голосовали ни за одного из судей Конституционного суда. Более того, мы всегда были возмущены тем, что из семи судей пятеро являются обладателями румынского гражданства. И поклялись на Конституции соседнего государства. И как они могут следить за законностью и конституционностью тех или иных актов нашего государства, когда одновременно они являются гражданами другого государства. То есть давать оценку им, конечно же, очень сложно. Я не знаю, с каких соображений они исходили. Но, тем не менее, это решение было принято. И решение Конституционного суда не обжалуется. И не обсуждаются для них. Ирина Федоровна, скажите, вы только что говорили, что в числе своих успехов партии коммунистов, находящихся в оппозиции, вы назвали свержение Плохотнюка, ну не свержение, а снятие Плохотнюка с должности. Скажите, вот совсем недавно ваш бывший коллега, о бывших коллегах чуть позже поговорим, ваш бывший коллега Григорий Петренко в одной из телепередач на национальных каналах сказал, что Воронин, цитирую, слил ПКРМ и ДПМ. Может быть, это все еще продолжение тех договоренностей между ПКРМ и ДПМ о создании возможной коалиции в новом парламенте? Вы знаете, была всего лишь одна единственная возможность создать коалицию между партией коммунистов и демократической партией. В 2010 году после парламентских выборов. Это было в декабре. Это было сразу после выборов. Да, это было сразу после выборов, когда приехал Нарышкин, который поддерживал на тот момент господина Лупу. И Нарышкин тогда встречался и с Лупу, и встречался с Воронином Владимиром Николаевичем. И тогда была определенная позиция, было принято определенное решение. И миротворцем в этом решении была российская сторона о том, что нужно создать вот такую левоцентрическую коалицию из двух партий. Мы практически тогда пришли к определенным договоренностям, но почему-то именно демократическая партия тогда приняла решение... Да, отказаться от этой коалиции, забыть то, что они обещали Нарышкину и всем остальным, соответственно, и войти в другую коалицию. Это был единственный шанс, единственная возможность и единственный раз желание со стороны нашей партии входить с ней в те или иные коалиции. Я вам скажу, что на протяжении пяти лет у нас были и другие ситуации. Да, у нас было техническое голосование тогда, когда мы снимали вместе ФИЛАД. Но оно было единственным техническим голосованием, потому что это мы делали во благо страны. А что за определение такое техническое голосование? Разовое голосование вот по ситуации. Мы с вами согласны по конкретному вопросу. Да, вот мы согласны вместе с вами проголосовать, потому что надо снять ФИЛАД в связи с тем, что он коррупционер и так далее. А с ФИЛАД договорились тогда, когда надо снять... Да, мы использовали эту ситуацию во благо народа. Вот, Ирина Федоровна, скажите, вот о ушедших из партии коммунистов можно не говорить вообще? И заметьте, Екатерина Федоровна, взамен мы ничего не получили. Ну, вы и заявляли, что вы не хотите никаких должностей. Да, то есть у нас не было какой-то личной корости, корости нашей партии. Вот мы голосуем за снятие одного или за снятие второго, но вы наших товарищей, допустим, определяете на те или иные должности, или даете нам то или иное министерство. Мы сразу заявили, что мы... Вы думаете, это делало честь вашей партии? Да, да. Мы не хотели с ними мараться. В лице избирателей. Но, по крайней мере, мы так хотели, чтобы люди поняли. Мы не хотели мараться с теми людьми, которые дискредитировали себя. Ирина Федоровна, хорошо, скажите, бывшие коллеги, этот список очень большой уже к этому моменту, к этим парламентским выборам вы подошли. К сожалению. Ну вот уход Марка Ткачука, как мне кажется, оказался самым интеллигентным, что ли, уходом, потому как, если первые выходцы из ПКРМ очень сильно осуждались и очень такие агрессивная критика, агрессивная оценка отдавалась тем, кто уходил из партии ПКРМ, то по уходу Марка Ткачука мало было таких вот резких высказываний, но мне понравилась фраза, которую сказал сам Марк Ткачук, почему он ушел с партии. И звучит это так. Я не хотела бы ходить на выборы с теми, кто собрался на рыбалку. Партия коммунистов выходит на эти парламентские выборы словно на рыбалку? Нет, мы на рыбалку. Не подготовлены? Что имел в виду ваш коллега, вы очень хорошо знаете. Во-первых, Ткачук с партии не ушел, он является членом нашей партии, он выведен из состава политоисполкома, из состава Центрального комитета нашей партии, но он является членом нашей партии, не ушел. Он входит в штаб района на Чеканах. То заявление, о котором он сказал, мне очень сложно комментировать его в том плане, потому что мы, вы знаете, не хочется никогда какие-то вещи домысливать в отношении наших товарищей, потому что так или иначе я с ними со всеми, те, кто ушел просто в небытие или те, кто ушел в ту или иную партию, я с ними со всеми работала бок о бок, локоть в локоть и проходила очень сложные и иногда легкие ситуации. И давать им сегодня оценку, либо осуждать, либо их поощрять в тех или иных действиях я не собираюсь, потому что это было их личное решение на тот или иной момент. Почему Марк Евгеньевич сказал о том, что наша партия идет на рыбалку, я не знаю, с каких соображений он об этом говорил. Я хочу вам сказать, что мы достаточно... Да, и мне очень жаль, что он не подумал об этом моменте, о имидже партии, а подумал о каких-то своих личных мыслях. Но вы говорите, он все еще член партии, я не совсем понимаю, как может человек, который ушел и для всей, мне кажется, для всего гражданского общества, однозначно сказано, что это за уход, и все понимают, что возвращения, наверное, быть не может, потому как Марка Евгеньевича воспринимали, возможно, многие, как достаточно принципиального человека, который был идеологом вашей партии долгое время, и многие эксперты называют его достаточно качественно работающим идеологом. И вдруг вы говорите, он еще не ушел, он еще в партии... Нет, я сказала, что он остался членом партии, но это так и есть. Разве это дает какие-то положительные бонусы партии, то, что он находится в партии? Это может дать положительные или отрицательные бонусы ему лично, в первую очередь, потому что есть его решение. Когда мы вступаем в партию или уходим из партии, когда особенно мы вступаем в партию, мы пишем заявление, как в любой партии. А когда уходим? И говорим о том, что когда мы уходим, есть несколько моментов, мы можем уйти сами самостоятельно из партии, либо нас могут из партии исключить. Он не написал такого заявления? Он не написал заявление. Ну и опять же, несколько ваших бывших коллег, вот буквально недавно Степанюк раскритиковал Воронина и Додона за отказ в создании блока левых сил. То есть вот партия коммунистов хочет прийти к власти, но хочет это делать самостоятельно, не рассчитывает на какую-то связь с левыми партиями, которые уже зарегистрированы и тоже вступили в предвыборную кампанию. Вот как вы видите вообще вот эту ситуацию? Вообще мне очень интересно. И как вы перед избирателями можете говорить за тех коллег, которые с вами в одном строю стояли? Для меня, как для человека, который тоже пытается разобраться в этой ситуации, ну понимаете, полный хаос. Уходили из этой партии, потом предлагают объединяться. Что вы хотите, чтобы люди окончательно заблудились в том, кто такие левые партии в стране? Так вот поэтому я хочу вам сказать, что меня удивляет их позиция, когда они принимают решения, они громко хлопают дверьми, они уходят в те или иные партии, либо они возглавляют те или иные партии, создают новые партии. А потом, когда они понимают, что у них нет ни шансов, ни возможности войти в парламент самостоятельно, они выходят вот с таким красивым предложением, давайте объединим левые партии и вот вместе войдем в парламент. А что вы уходили? А что вас не устраивало тогда на тот момент? Почему сегодня вы, когда выборы парламентские, вы готовы с нами объединиться? А почему тогда, когда мы проходили тяжелые дни оппозиции, когда было нелегко каждому из нас и всей команде в целом? Почему вы не сохранились тогда в наших рядах? Так давайте проходить испытания оппозиции вместе и, соответственно, вместе выходить на эти выборы. Я понимаю, что на горбу партии коммунистов очень многим хотелось бы вернуться или сохраниться в парламенте, но так не бывает, так нечестно. Хорошо. Так абсолютно нечестно использовать партию именно в своих личных коростных целях тогда, когда тебе это выгодно. Это касается и конкретно Степаневка, это касается конкретно Мишина, который тоже вышел с такой инициативой. Что плохого было для Мишина, когда он находился в нашей партии? Ну, Ирина Федоровна, как вы тогда, как член партии, член политисполкома этой партии, можете прокомментировать то, что из всех партий за эти пять лет уходили люди? Переходили в другую партию и прочее, но партия коммунистов больше всех этому была подвержена. Почему? Разве это не есть неверие в партию? Нет, абсолютно, это разные вещи. Мы с вами должны понимать несколько, вот, зрители наши и мы с вами должны понимать несколько моментов, это партия как? Партия выдохлась? Это первая ситуация. Нет, почему партия выдохлась? Да ничего не выдохлась. Если бы мы выдохлись, мы не пошли бы на стартовую в избирательной кампании. Речь идет о том, когда ты во власти, и ты являешься партией власти. И второй вариант, когда ты в оппозиции, и ты являешься партией оппозиции. Когда мы были во власти, кстати, от нас ни один депутат парламента не уходил. В отличие от тех партий, которые сейчас находятся во власти. От либерал-демократов ушел Годи, ушел Могачевский. Ну да. И многие другие, они находятся во власти. От демократов ушел Юра Балбачану, еще кто-то там ушел. Они находятся во власти, и от них уходят просто средства массовой информации, являются карманными этих партий, и они из этого скандала не раздувают. От нашей партии с 2001 по 2009 год почему-то все, кто ушел потом, не уходили. Знаете, почему не уходили? Потому что было практически большинство УПК РМ. А когда вот так, как сейчас в этом парламенте, да, у кого-то 30 мандатов, у кого-то 18, у кого-то сколько-то. Но они же друг к другу не переходили, заметьте. Бывало, что и друг к другу переходили. Но они друг к другу не переходили. Понимаете, ситуация заключалась в том, что те люди, которые ушли от нас, к великому сожалению, в нашей власти были при высоких должностях. Да потому и не уходили, Винтерна. Была гарантия, что партия представляет... Вот вы сами отвечаете на этот вопрос. Было комфортно, удобно, классно, и были определенные административные, еще какие-то дивиденды. А тут сидеть в простых депутатах, одевать сапоги, выходить на передовую, топтать грязь по селам, после того, как ты занимал должность премьер-министра, или после того, как ты занимал должность министра экономики, это сложно. Но возвращаясь опять же к Марку Ткачуку, он никогда не занимал никакой должности в вашей партии? Но он не ушел из партии. Я тоже не занимала никакой должности, я тоже была простым депутатом все 10 лет. Все 10 лет, но я никуда не ушла. Я не возглавляла комиссию, я не работала в правительстве. Я была простым депутатом парламента с 2005 по сегодняшний день. О вашей парламентской работе еще поговорим. Ирина Федоровна, скажите, Богдан Цирде сказал, что создание полномасштабной коалиции левоцентристов не совсем оправданно и невозможно еще и по той причине, что у партий не всегда совпадают программные позиции. Существуют идеологические расхождения. Мы за таможенный союз, а Воронин? Куда хочет Воронин? У меня такое неуважительное отношение к господину Цирде. Я такого заказного эксперта, который за деньги в один день меняет позиции. У меня такого неуважительного отношения не было никому. Когда он был сторонником вашей партии, он тоже заказной работал? То, что Цирде просто-напросто очерняет сейчас максимально нашу партию, конкретно каждого депутата, находящегося сегодня в нашей фракции, это настолько заказной вариант, что мне, честно говоря, даже очень и очень стыдно за этого человека, потому что он неоднократно был на многих моих мероприятиях, которые я проводила в Гагаузии. Неоднократно. И когда он начал делать какие-то конкретные заявления в отношении того, что ряд наших представителей, депутатов парламента, фракции коммунистов, куплены Плохотняком или являются Плохотняковскими, или так далее, так далее, так далее, я сама позвонила лично ему. И говорю, как тебе не стыдно, как ты можешь говорить такие вещи о тех людях, с которыми ты знаком? Если у тебя есть какие-то конкретные аргументы, допустим, в отношении меня конкретно, назови, пожалуйста, их. А они, знаете, что говорит? А вот выйдите в суде, докажите обратно. Я говорю, знаете, я на ваш уровень опускаться абсолютно не буду. И поэтому Богдана Цирдио, человека, который изначально, уже в последние пару лет, заказан партией социалистов для того, чтобы очернять депутатов партии коммунистов, я не хочу комментировать. Елена Федоровна, но очень рьяно он отстаивал молдавский проект, предложенный вами в 2009 году, тогда, когда, опять же, перед парламентскими выборами. В 2009 году все были рядом с нами, потому что переживали, что мы сохранимся во власти, и поэтому всем хотелось быть рядышком с властью. Тепленького местечка. Я хочу задать вопрос, тогда он кем проплачивался? Мы никогда никому не спалитологов не платили, абсолютно. Вот в нашей партии это не принято. Вот есть очень много партий, которые... Для избирателей нужна такая риторика? Это не для избирателей такая риторика нужна. Те, кто имел хоть какое-то отношение к нашей партии... Но партия для продвижения должна иметь своих политологов, экспертов, потому что так надо. Кто с вами работает с вашей партией? И поверьте, что они чисто на идеологическом уровне. Вот те, которые есть сегодня, которые сохранились, они чисто работают на идеологическом... А кто они, Рим Федор, можно узнать? На идеологическом уровне. Я сейчас очень много... Вообще в последнее время осталось мало ребят, которые... А вот кто они? Которые согласны поддержать открыто нас. Замечу, открыто. Потому что многие боятся позиции власти по отношению к партии коммунистов. А когда проходят закрытые форумы? А когда проходят закрытые форумы? И один из таких закрытых форумов, в которых я принимала участие, был в Берлине. Тогда, когда ратифицировалось вот это соглашение. И вот это был закрытый форум, на который не было приглашено ни одно средство массовой информации. Я участвовала в этом форуме вместе со своей коллегой Инной Шупак. И поверьте мне, все те эксперты, которые на этих каналах говорят о том, что партия коммунистов такая-никакая и так далее, и так далее, в закрытом формате, именно в Берлине, осуждала позиции тех партий, которые находятся сегодня во власти. И очень серьезно критиковала. Я не хочу сейчас подставлять ребят, потому что я понимаю, что у них есть какие-то контракты, они говорят об этом открыто. Они выступают на телеканалах не просто так. У них есть конкретный контракт, который заключается с тем или иным телеканалом, с той или иной партией. Все мы догадываемся, что это где-то так. Ирина Федоровна, а вот эти имена, открыто вы говорите, которые поддерживают партию коммунистов, кто эти политологи, эксперты? Я сейчас не готова назвать вам какие-либо фамилии. Почему? Потому что в последнее время нам приходится отбиваться самим. Я не использовала поддержку ни одного из политологов и экспертов. Вы только что заговорили о соглашении об ассоциации с ЕС. И сейчас, в период предвыборной кампании, вы говорите о том, что ПКРМ берет на себя обязательство денонсировать это соглашение. Как это возможно, Ирина Федоровна? Мы у нас есть... Секундочку, я только уточню вопрос. И как это возможно, это первый вопрос. И второй, насколько это необходимо. Потому как Турция, как всем известно, еще 30 лет назад с лишним подписала это соглашение. И подписанное соглашение с ЕС не мешает Турции работать над своей экономикой, развивать свою страну, применять европейские ценности в стране и в образовании, в сфере здравоохранения и так далее. Для чего вам это надо? Это нужно сейчас просто для того, чтобы наобещать вновь избирателям? Если бы мы хотели просто перед выборами кому-то что-то обещать, мы тогда бы, наверное, голосовали вместе с этим большинством за ратификацию этого соглашения. У нас была однозначно высказана сразу позиция, что мы голосовать за это соглашение не будем. Более того, у нас было даже подготовленное письмо, которое мы передавали и Борозе, и всем остальным. Мы указывали конкретные моменты, которые не устраивают нашу страну, не партию нашу, а моменты, которые не устраивают конкретно нашу страну. И наша страна попадает в определенную где-то даже изоляцию, и одновременно попадает в очень серьезную зависимость от других. Экономическую изоляцию, я хочу подчеркнуть вот эту вещь. Попадает под влияние конкретных стран, и это идет в ущерб нашему государству. Речь идет, в первую очередь, о нейтралитете нашей страны, речь идет об экономической безопасности нашей страны. Мы очень четко высказали все моменты, которые не подходят для нашей страны. И мы надеялись на то, что наши все замечания, потому что мы над этим документом работали. Работали очень серьезно наши эксперты. Проработать, обработать тысячу страниц, поверьте мне, это несложно. Тем более, это соглашение было предоставлено обществу на английском языке. Перевести самостоятельно и работать над ним удалось только нашей партии. Потому что большинство депутатов парламента, даже правящего большинства, увидели этот документ именно в тот день, когда он ратифицировался. А мы до того, как он был ратифицирован, мы очень много дискуссий проводили. Мы очень много делали пресс-конференции, мы делали очень много заявлений. Мы указывали конкретные статьи, с которыми мы не согласны. В первую очередь, что мы планируем сделать? Как только мы приходим во власть, мы проводим референдум. Мы проводим референдум очень даже демократично. То есть никаких вопросов, никто никому ничего не будет навязывать. Не будет так, как было 3 ноября прошлого года. Тогда, когда согнали огромное количество людей на площадь, раздали им всем флаги, сказали, что вся Молдова за Европейский Союз и так далее. На самом деле, настоящий замер общества никто не взял. Мы хотим взять этот замер. Когда мы проверим, какой замер в обществе, тогда мы будем говорить дальше. Тогда вам, наверное, нужно говорить о том, что вы не собираетесь денонсировать это соглашение, а вы собираетесь узнать мнение людей по отношению к этому соглашению. Это очень важно. Я так правильно понимаю. Это очень важно, но и денонсировать тоже. Но у вас может не хватить голосов для денонсации. Мы говорим о том, что мы надеемся на то, что общество проголосует за нашу партию. У нас будет достаточно голосов, чтобы это сделать. Ясно. Ирина Федоровна, скажите, хочу перейти в оставшееся время поговорить и о ситуации в Гагаузии, потому как вы... И мне очень приятно было недавно услышать мнение эксперта национального уровня, который, говоря в программе о политиках, политических лидерах Гагаузии, дал такую положительную оценку вашей деятельности, что Ирина Влаг чаще всего была на слуху. Кстати, говорили о списках партии коммунистов и говорили о том, почему вы на восьмом месте, а Олег Горизан на шестидесятом. И говорили о том, что Ирина Влаг постоянно на слуху, она проводит какую-то работу в Гагаузии, она часто выходит к СМИ, она более активна, видимо, поэтому. А вот в Гагаузии ваша активность, ну, наверное, очевидна, была очень многим. И у меня в связи с вашей активностью вот такой вопрос. Вы очень много каких-то таких благотворительных акций проводили на протяжении этого времени. И у людей, да и у меня возник вопрос. Это все стоит денег на какие деньги? На деньги ПКРМ, вот подарки, которые вами предоставлены разным учреждениям, и дошкольным, и межшкольным. С какого фонда это все? Значит, я хочу вам сказать, что мы занимаемся благотворительной деятельностью, и в эту организацию входит очень много экономических агентов, которые, зная ситуацию в регионе, согласны финансировать те или иные благотворительные акции. И все это происходит именно на спонсорские деньги. Это бизнесмены Гагаузии? Это бизнесмены Гагаузии. Только Гагаузии? Да, только Гагаузии. Это официальный фонд, созданный вами? Да, это фонд, который создан нами. Ирина Федоровна, вот эти акции, и акции в том числе проводили вы, это для того, чтобы быть ближе к избирателю, или для того, чтобы продолжить, пожалуйста? Вы знаете, мои оппоненты, очень многие говорят о том, что вот, типа там, мы хотим купить избирателя, там еще какие-то используются выражения. Я работаю в таком ритме уже очень много лет. Я работаю в таком ритме не перед выборами. Ну вот я как раз хотела сказать, что отмечательное. Абсолютно не перед выборами. И я в одном и том же населенном пункте бываю за месяц по несколько раз. Мне это нравится. Это моя работа. И я получаю огромное удовольствие, когда я могу помочь, поддержать человека. Более того, когда я могу человека, общества информировать о тех или иных событиях, которые у нас происходят, как в стране, так и в регионе. Такая возможность у меня есть. Я ее использую максимально. Если кто-то из моих коллег на выходные позволяет себе куда-то уехать, я себе эти вещи не позволяю. Абсолютно. Потому что у меня работаем почти 24 часа в сутки. И я от этого получаю удовольствие. И я вижу в этом отдачу, я вижу поддержку населения. Я вижу, что люди радуются тому, что на них обращают внимание. Потому что, честно говоря, чувствуется, что наше общество вниманием политиков серьезно обделено. Потому что наши политики появляются в тех или иных учреждениях, организациях или населенных пунктов только тогда, когда им надо. И понятно, что многие подходят, простые люди к этому скептично. Ага, вы пришли за нашими голосами тогда, когда вам захотелось. Вам так не говорили, так вас не встречали? Вы знаете ни разу. Ирина Федоровна, скажите, вот вся вот эта ваша работа на протяжении четырех лет, вот такая, о которой мы говорим, благотворительная, это для того, чтобы перейти все-таки барьер и стать башканом? Ведь ни для кого не секрет, что вы прошлые выборы достаточно достойно показали себя на башканских выборах. Вам не хватило чуть-чуть, чтобы пройти во второй тур. Есть такая амбиция быть башканами? Эта работа была привязана к этому? Эта работа была привязана конкретно к депутатской моей деятельности. Я абсолютно действовала в рамках своей депутатской деятельности. Я делала то, что должны делать все депутаты парламента 101. Почему они это не делали, я не могу абсолютно за них отвечать. Конечно, амбиция есть, и это нормально, но то, что я делала все четыре года, к этой амбиции привязывать ни в коем случае нельзя. И теперь давайте чуть-чуть погрузимся в Народное собрание Гагаузии. Фракция по КРМ не многочисленная была в этом созове, но периодически в какую-то турбулентную зону попадают наши депутаты Народного собрания Гагаузии, и кто-то перескакивает из одной фракции в другую. В общем-то, вот эта модель, которая действует в стране и в автономии, она серьезно будоражит. Как понимать вот такие действия? Сегодня видишь, что человек голосует с одной фракцией, а завтра он в том же составе Народного собрания, он голосует с другой фракцией. В вашей фракции сколько на сегодня человек? Семь. А сколько их было в начале, когда только создался законодательный орган? Но один из, не будем называть имен, но несколько, даже не один, а несколько по разным вопросам голосовали с командой Дудогла-Константинова, когда они были вместе. Вот что это такое было? Были такие ситуации, и мне тоже сложно было эти вещи понять, потому что я узнавала об этих ситуациях постфактум, уже после того, когда они происходили. Поэтому мы очень долго разбирали все эти вещи, выясняли, как говорится, сделали выводы по всему этому делу. Но знаете, все-таки проблема в политической культуре. Она существует, потому что, это проблема, она существует, потому что наше общество, наш политический класс еще надо учить, надо готовить, надо взращивать. Мы, так сложилось исторически, что мы автономию получили, что благодаря закону об иссовом правовом статусе Гагаузии мы создали народное собрание, Башкана, исполнительный комитет и так далее, создали свои структуры власти. А готовить эти кадры к политической работе практически некому было. И политический класс наш воспитывается пока самостоятельно. Как удобно, где-то, может быть, как выгодно и так далее. Очень жаль, что мы очень сложно подходим к тому, что те или иные политические группы должны формироваться по идеологическим составляющим. Пока мы видим, что они создаются по интересу. Ирина Федоровна, удалось ли фракции по КРМ сделать какую-то такую работу по законотворчеству, которая вашей фракции в Народном собрании? Можно было бы сказать, что да, вот это дело, вот этот закон был принят благодаря нашей фракции. Можете назвать? Я знаю, что у вас есть связь с фракцией, вы контролируете. Я могу сказать, что постановление о проведении референдума на территории Гагаузии было принято благодаря фракции коммунистов, потому что именно фракция коммунистов вышла с этой законодательной инициативы. А этот референдум был судьбоносным для автономии. И сегодня кто угодно может перетягивать одеяло, но это действительно была инициатива партии коммунистов. Ирина Федоровна, ну вот такой судьбоносный референдум, как вы его только что сейчас назвали, в стране признан незаконным? Ну нет ни одного решения, которое бы констатировало тот факт, что этот референдум является незаконным. И нет ни одного решения, которое говорит о том, что он законный? Есть решение Народного собрания, и никто его не отменял. Решение Народного собрания, которое признало результаты этого референдума. Если бы хотя бы какая-то инстанция его отменила, я бы еще могла бы дискутировать на эту тему. То есть это решение можно считать как утверждающие выводы референдума. Тогда, когда столько людей вышло, тут обсуждать результаты я не вижу. Хорошо, у меня к вам вопрос как к доктору права. Вот тогда, когда здесь Гоговский законодательный орган считает, что это был законный референдум, а в стране никто не считает его законным, как это трактовать? Я считаю законным его отдельные политики. Это субъективное мнение того или иного политика, которая считает, что он не является законным. Любой из политиков может высказать свое субъективное мнение по той или иной ситуации. А если бы было решение парламента, если бы было решение судебной инстанции, тогда бы могли говорить, что оно не является незаконным. То есть был закон о референдумах, есть закон о референдумах, есть закон об особом правовом статусе Гагаузии, который четко регламентировал, что на территории автономии референдумы проводить можно. Все было сделано в рамках закона. Ирина Федоровна, скажите, дивиденды от этого референдума в результате получила больше всего, скажем, команда Формузала и Константинова, которая объединена была после того, как распалось единство Дудогла и Константинова. Вы при всем при этом, что вы получили, лично как политик и по КРМ? Потому что явно, что все в Гагаузии знали и понимали, что флаг референдума был в руках у Формузала. Я хочу вам сказать честно, что я не собиралась получать и либо наша партия каких-либо дивидендов по этому случаю. Мы действительно являлись организаторами. Мы очень активно участвовали во всех мероприятиях по подготовке и проведению референдума. Если кто-то взял флаг в руки и заявил о том, что он является родоначальником этой идеи, ну, боже мой, нас рассудит в этом плане избиратель. Но очень важно, знаете, что мы получили по результату, потому что было очень много обещаний, было очень много заверений. А сегодня, когда я встречаюсь с очень многими людьми, мне задают вопрос, ну что, мы референдум провели, а дальше что? А вот а дальше что я хочу вас спросить? А дальше что? Я тоже надеялась на то, что дальше тоже будет что-то нормальное, реальное, ощутимое для нашего населения. Что вы имеете в виду, Ирина Федоровна? Тогда, когда впервые поехала наша делегация из представителей исполнительного комитета В марте? Да, и представителей депутатов Народного собрания в Москву. Я очень надеялась на то, что они привезут какой-то солидный багаж результатов. После того, как мы провели референдум, и обещаний было очень много, нам очень много вещей рассказывал господин Константинов на пресс-конференциях. И мне, я тогда сразу сделала одно из заявлений, помню хорошо, что... Вы сказали, не знаю деталей, но мне известно из первых, что между руководством Московской области и АТО ГГУЗИ достигнуты договоренности о самом тесном сотрудничестве, не только в экономической сфере, но и в область социально-культурных отношений. Ирина Федоровна, в результате пшик? В результате пока пшик. Ну и... Ну, пока пшик, да. Но это все ложится на плечи наших региональных властей. Потому что, по сути дела... А почему так бесплодно мы едем... Ну, нельзя ставить жирную точку пока. Мы не можем сегодня все закрыть эту тему и сказать, что все, мы не имеем никакого результата. Абсолютно я так не считаю. Я считаю, что в этом случае и исполнительный комитет Башкан, и депутаты Народного собрания во главе с Константином должны продвигать то соглашение, которое они подписали. Потому что соглашение достаточно многогранное и многообещающее. Вопрос уже в другом. Насколько оно будет исполняться сторонами? Ирина Федоровна, отсутствие согласия между Центром и Кишиневым, время программы подходит к завершению. Как можете прокомментировать? В последнее время никто и не ищет какого-то диалога. Потому что предвыборная компания заплеснула мозгу и умею. Центр занят своими проблемами, наш регион занят абсолютно своими проблемами. Даже закончилась такая резкая риторика, уже никто не перекидывается какими-то умозаключениями. Все занялись предвыборной кампанией, все эти отношения заморожены. Я думаю, что они заморожены до того периода, когда закончатся выборы, когда будет сформировано новое правительство. И, соответственно, тогда уже наши местные политики захотят в очередной раз о себе заявить. И я так думаю, что все остальные заявления будут уже после выборов. Ирина Федоровна, еще один вопрос, касающийся наблюдательного совета, который избран Народным собранием Гагаузии. Ваша фракция участвовала, избирала этот состав наблюдательного совета. Сейчас мы видим, что снова есть какие-то проблемы в жизнедеятельности этого наблюдательного совета. Ваши депутаты, вашей фракции проявляют какую-то активность по изучению, что происходит и почему. Ведь они голосовали за этот состав наблюдательного совета. Почему Народное собрание не требует какого-то отчета за деятельность? Почему постоянно предмет борьбы ГРТ тогда, когда у нас начинаются выборы? Чаще всего это так бывает. А вы заметили, что нормального работоспособного заседания Народного собрания последние пару месяцев даже не было? Ну, вы это так хорошо сказали пару месяцев, я бы сказала более долгий срок. После того, как господин Константинов ушел из фракции Демократической партии, мы и после той драки, заполученной 3 июня, мы не видели ни одного заседания Народного собрания, на котором обсуждали бы конкретные вопросы. Это связано с тем, что нет большинства в Народном собрании, только поэтому спикер Народного собрания не созывает заседания. А ваша фракция к какой группе тяготеет? Наша фракция не тяготеет ни к какой группе, мы ни с кем не заключаем никаких соглашений, у нас есть своя четкая позиция. Мы подходим индивидуально к повестке дня и рассматриваем каждый вопрос, и принимаем решение по тому или иному вопросу отдельно. Если это во благо Гагаузии, мы за это голосуем. Поэтому рассматривать вопрос о наблюдательном совете вообще-то негде и некому. Елена Федоровна, еще один вопрос из предстоящих башканских выборов. Кто ваш главный конкурент будет? Из тех, кто уже нарисован как возможные кандидаты в Башканы? Я так думаю, что об этом можно будет говорить после выборов в парламент Республики Молдова. Пока рано говорить об этом. Почему? Потому что мы слышим отголоски о том, что тот или иной наш представитель, представитель Гагаузии хочет быть кандидатом на ту или иную должность. Но пока в связи с тем, что проходят парламентские выборы, нет ясности конкретно, кто будет выдвигаться, либо кто будет выдвинуть ту или иную партию. Я думаю, что пока рано говорить. Придет время, я с удовольствием отвечу на этот вопрос. Ирина Федоровна, вы очень преданный член ПКРН, как показала жизнь последних нескольких лет. Если вдруг партия коммунистов скажет, нет, не Ирина Влах выдвигается в Башкана, а другой кандидат, что вы будете делать? Имея эту амбицию все-таки. Я хочу сразу вам сказать, что в нашей партии решения на зло или нет, они невозможны. Наша партия является достаточно последовательной партией и всегда очень нормально подходит к выдвиженцам. И тогда, когда закладывается очень серьезный политический потенциал к кандидату на ту или иную должность, это сохраняется. Потому что, понимаете, у нас в партии кони на переправе не меняются. Я поэтому даже не готова, не хочу обсуждать это всем, потому что я знаю позицию руководства нашей партии, знаю позицию нашей всей команды. Позиция руководства партии склонна к вашей кандидатуре? Не то, что склонна к моей. Проблема не в этом. Проблема заключается в том, что в 2010 году, и это даже не проблема, мы действительно провели праймерис у нас здесь, на территории нашей автономии. И я была выдвинута не по решению какого-то одного человека единолично, это было коллегиальное решение. И тот задел, который мы вместе с нашей командой сделали в 2010 году, был достаточно серьезным заделом для партии в целом. Поэтому не использовать партии этот задел и вот этот потенциал было бы, наверное, политически неправильно. А я знаю, что у нас в партии будут приниматься правильные решения. Но, как вы говорили, в этой программе все возможно. Ну, вы знаете, как бы, да, все может быть. Спасибо, Ирина Федоровна, за разговор сегодня в нашей студии. Гостем программы «Свободный взгляд» сегодня была депутат парламента Республики Молдова Ирина Влах. Редактор субтитров А.Семкин